Следующий вопрос. Можно ли в качестве залога взять не конкретную вещь, а полезные последствия от нее? Как это понять? Ты приходишь ко мне, говоришь, брат, дай мне в долг, допустим, тысячу долларов. Я говорю, что оставишь мне в залог? Ты говоришь, я оставлю тебе в залог свою квартиру, но не саму квартиру, а арендную плату от нее. Как понять? Сейчас в ней живут люди, платят мне каждый месяц определенную сумму денег. Так вот, вот эта арендная плата, которая будет переходить с этой квартирой, перейдет к тебе в качестве залога. Будет переходить к тебе в качестве залога. Так, тысячу долларов я беру у тебя, допустим, или ты у меня, точнее здесь, в нашем примере, берешь на год, а вот эта вот квартира, допустим, сдается каждый месяц в такой-то, в такой-то сумме. И мы договариваемся, что ты, допустим, что я, допустим, возьму арендную плату за 5 месяцев с этой квартиры в качестве залога. Разрешено это делать или нет? То есть смотри, вещь никакая конкретно на руки ко мне не переходит, но переход к какие-то пользы от какой-то вещи. Или тот же самый автомобиль. Говорит, у меня автомобиль, допустим, на нем катается такой-то человек, работает на этом автомобиле в такси и платит мне каждый день, допустим, или каждую неделю такую-то сумму денег. Так, я закладываю тебе в качестве залога вот эту вот сумму денег. Каждый раз, когда он будет приезжать с деньгами, он уже будет приезжать не ко мне, а будет приезжать к тебе, и тебе будут их отдавать. И ты будешь у тебя их откладывать в качестве залога. Говорит Сура Туга. Как это происходит? Говорит, если человек оставляет в качестве залога плату за автомобиль или плату за дом, ее, говорит, может сдавать Муртагин, сам залогодержатель, а может сдавать сам, кто залогодатель. И потом, говорит, откладывать эти деньги в качестве залога. То есть он может оставить тебе квартиру, говорит, но не саму квартиру. Но ты ее кому-то сдай, допустим, так сдай. И получает с себя деньги. Я тебе скажу, хорошо. Или я тебе скажу, я не буду за тебя твою квартиру ходить сдавать. Вот ты ее сначала сдай, договорись, договор заключи. И когда деньги начнут приходить ко мне, я их буду брать в качестве залога. Потом придешь за долгами, я тебе деньги отдам в долг. Понятно или нет? Говорит, разрешено это или нет. Говорит, шейх Ибн Усаймин, разрешил и это. Сказал, потому что опять цель от залога это что? Гарантия. Говорит, если человек взял в качестве залога полезные моменты от дома, который сдается и платится за этот дом определенную сумму денег, допустим, каждый месяц. Это фи и файда. В этом, говорит, есть польза. И это, говорит, не из главы какой? Не из главы, опять, взаимного обмена, в который каждый хочет что-то заработать. Чтобы мы могли сказать, что здесь полезный момент неизвестен. Сколько денег точно выйдет? Расплатятся или не расплатятся эти квартиросъемщики или нет? И так далее. Но это, говорит, лишь гарантия. Это потому, что, говорит, даже если эти квартиросъемщики вдруг откажутся платить эти деньги, например, или этот дом, с ним что-то случится, и денег от него ко мне не перейдет, то, говорит, право требовать свой долг все равно нам не останется. То, что потеряется залог, не означает, что потеряется мое право на долг. Свой или нет? Далее, следующий вопрос. Продолжение следует...